Добро пожаловать на просмотр видео. Думаю, все игроки Motor The Pod хоть раз допосещали новый город Адрин и видели данный памятник. Когда лично я первый раз увидел этот памятник, я сразу понял, что в реальном мире есть его копия. Я отправился на поиски. К сожалению, как таковой информации я не нашёл и решил как-то опустить эту тему. Но в один прекрасный день в ВВС подписчик скидывает пост с фоткой того самого места в реальном мире. Я был безумно рад. Большое спасибо ребятам, что нашли это самое место. В сию минуту я отправился искать всю возможную информацию и нашёл одну очень интересную вещь, про которую из вас никто не знал. У этого места очень интересная особенность. А какая, скажу совсем скоро. Сперва расскажу про местоположение памятника и его историю. Установлен он в Чувашской республике в городе Ядрин. Да, игровой город Ядрин сделан по его мотивам. Даже если смотреть по карте, то сверху они очень сильно похожи. Центром внимания выступает боевой самолёт Л-29 или же Дельфин. Установлен он в честь доброй памяти о легендарном лётчике. В реале есть вот такая табличка возле памятника. Можете поставить видео на стоп и прочитать чуть подробнее. Ну а теперь очень интересная особенность. Давайте все вместе вспомним, когда происходят действия игры. 2000-2002 год. То есть самое начало нулевых. А теперь самое интересное. Данный памятник был установлен аж в августе 2008 года. И сразу же появляется вопрос. А как так? В игре, в которой идёт 2002 год, стоит памятник из 2008. Что за посылание из будущего? Лично я смог придумать только три причины. Первое. Разработчик при создании нового места на карте, опираясь на реальную местность и инфраструктуру, добавил этот самый памятник, не погуглив информацию о нём. Но лично я думаю, что вряд ли Сергей Денисов смог бы упустить такую деталь, учитывая с какой точностью в игре всё сделано. Вторая причина. Разработчик знает историю этого памятника и год установки. Но решил опустить этот факт, чтобы добавить данный объект для разнообразия. Ну и отчасти как пасхалку. Ведь от этого никому не станет хуже. Ну и третья. Самая маловероятная причина. Её вероятность равна чуть ли не нулю. Это даже не догадка. А то, что можно представить чисто теоретически. И учтите тот факт, что я люблю строить теории. И обычную отвертку могу превратить в карьерный самосвалка Торпиллер 797B с грузоподъёмностью 345 тонн. Возможно, игра больше не будет ограничиваться 2002 годом и пойдёт чуть дальше. Как минимум до 2008. И в автопарке могут появиться более новые авто. Например, в ВАЗ-2113. Но снова напоминаю, что это даже не догадка. Скорее фантазии. Это не значит, что в пятницу выйдет обновление, где добавят Бентли Континенталь, Боинг 737, Ниссан Кашкай и напоследок Кёнигзак ЦС-8С. Если что, всё это произведено до 2008 года. Ладно, думаю на этом стоит заканчивать. Всё, что знал и хотел рассказать, я рассказал. В описании, как обычно, куча ссылок со всей информацией. Загляните. Ну и зацените новую форму канала. Встретимся в следующем видео или на стриме.